Библейский портал экзегет.ру представляет В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, поговорим о 14 главе Евангелия от Луки. И, собственно, может быть, самое центральное, самое важное в 14 главе следующее. Во-первых, вся ее первая половина о том, что значит прийти к Богу и чем определяется, как человек спасается, в чем спасение заключается, что вообще подразумевается, когда мы произносим это слово. Для современников Иисуса одной из самых привычных, известных модельных картин того, что значит войти в Царство Божье, или того, что мы называем спастись, была трапеза Господня в Царстве Бога. Они представляли себе, что в день посещения земля потечет молоком и медом, и Бог откроет в Царстве своем трапезу, на которую придут те, кто так или иначе заслужат приглашения, заслужат быть призванными на эту замечательную трапезу. И на самом деле здесь два разговора, один из которых, по-видимому, имел место в гостях, а в гостях у кого-то на подобного рода трапезе, а второй, может быть, и не связан с первым напрямую. В первой части этого разговора Господь говорит о том, что если ты будешь пытаться в человеческой ситуации, такой обычной, повседневной, занять самое лучшее место и изобразить из себя кого-то самого главного, то, скорее всего, тебя попросят, и тебе будет стыдно. Поэтому он говорит, ну, старайтесь занимать последние места. Об этом уже был разговор отчасти в 13 главе. Это действительно важная вещь, потому что, с одной стороны, стремление к первенству можно считать свойством человеческой плоти, того, как устроены наши мозги и поведение. В этом смысле мы мало чем отличаемся от всех остальных приматов. Но человек, в отличие от шимпанзи, не имеет права поддаваться, руководствоваться вот этим мотивом, этим аргументом. Господь говорит о том, что спешите занимать последние места. Это по-настоящему важно. Не то, как ты выдвинешь себя, возвысишься в глазах других, а то, какое место на самом деле ты в глазах Бога занимаешь. Это серьезный очень разговор о трезвом взгляде на себя. И дальше Христос рассказывает удивительную совершенно притчу, притчу о званых на вечере, суть которой заключается в том, что, как и на человеческой вечере, есть у Бога на его трапезе приглашенные, и в большинстве случаев оказывается, что у приглашенных есть более важные вещи, более важные вещи в жизни, чем Бог. И кажется, что, ну, можно пренебречь встречей с Богом, пренебречь этим призванием. И Господь говорит о том, что на самом деле на трапезе в Царстве Божьем оказываются в конечном итоге не те, кто это заслужил, и даже не те, кого позвали, а те, кто согласился вот прийти прямо сейчас, прийти, не на что особенно не рассчитывая, прийти именно занимать последние места. В сущности, вот все те нищие, увечные, хромые, слепые, которых рабы Господина в притче Христовой собирают по канавам и перепутьям дорог, это те люди, которые уже и ни на что особенно не могли рассчитывать, не могли надеяться, что их позовут в Царство Божье. Но вдруг, когда оказалось, что позвали, они все бросили и пошли. Они действительно согласились на это, на эту неожиданную возможность. Хотя она, конечно же, подразумевает достаточно серьезные изменения в жизни. Это все без сомнения так. Но в конечном итоге отношения человека с Богом начинаются с призвания и отклика. С призвания и отклика. Это удивительная совершенно вещь. Ну и помимо всего прочего, конечно, это предостерегает нас от того, чтобы полагаться на какие-то свои заслуги. Вот все те, кого приглашали и кто достойны были этой вечери, ну, они полагались на свои какие-то взаимоотношения, заслуги, на возможность что-то Богу объяснить и сказать, что, знаешь, вот у меня сейчас какие-то другие дела. Нет, это ничего не работает. Ничего не работает. Важно исключительно, как твое сердце откликается на призвание Божье. Прямо сейчас. Никогда не будь потом. Прямо сейчас. И дальше Господь говорит о том, что это решение надо принимать, но вовсе не обдуманно, вовсе не как какой-то эмоциональный всплеск. Христос говорит о том, что на самом деле идти к Богу за Иисусом – это достаточно серьезное дело, которое требует оставить все остальное, которое требует выстроить правильную иерархию ценностей. Поэтому, говорит Господь, иногда выстроить правильную иерархию ценностей означает перевернуть с головы на ноги ту систему ценностей, которая у тебя есть. И поэтому Он говорит, что вот если кто приходит ко мне и не вознавидит отца, своей матери, жены и детей, не может быть моим учеником. Дело не в том, что хорошо перессорится со всеми своими родными, Иисус это одобряет. Вовсе нет. Слово «возненавидит» в данном случае, по крайней мере, в греческом оригинале, вовсе не имеет в виду некоторые негативные отношения. То, что мы привыкли вкладывать слово «ненависть», отодвинет с первого места, перестанет держать в центре внимание. Господь предлагает тем, кто идет за Ним, в первую очередь, на первом месте, ценностью номер один, видеть Его и вокруг этого все остальное, вокруг этого, потому что только так может структурироваться вообще жизнь христианина, на самом деле жизнь человека, любого другого тоже. Господь говорит, шокирующий учеников вещь, кто не берет креста своего и не идет за мною, тот не может быть моим учеником, тот не может быть моим учеником. Крест для его слушателей – это в первую очередь орудие позорной казни и, помимо прочего, признак оккупационного режима, потому что дело происходит в оккупированной стране, и вокруг Христа все время есть некоторое количество партизан, повстанцев, которые в данном контексте называются зелотами, сейчас на той же самой территории они там как-то иначе называются. В общем, такие борцы за свободу квазирелигиозные, и крест для них в первую очередь знак того, что страна оккупирована, если бы она не была оккупированной, была свободной, распятие не практиковалось бы на этой территории, потому что это именно римский способ казни. И Господь говорит, кто не согласится в первую очередь внутри себя строить отношения с Богом и лишь потом обращать внимание на оккупированность, неоккупированность, какие-то еще внешние обстоятельства и взаимоотношения, то не может быть моим учеником. Невозможно стать христианином до тех пор, пока действительно Иисус для тебя, личность Иисуса для тебя не будет на самом первом месте. И еще Господь говорит своим ученикам о том, что надо взвешивать свои силы и возможности, и делать это перед Богом по возможности честно и ответственность. Здесь две короткие притчи. Одна о строителе, человеке, который стал строить дом, у него не хватило денег, потому что он плохо посчитал смету, и оказался этот человек в глупом положении. Всевидящие станут смеяться над ним, говоря, ну вот он строить начал, а закончить не смог. И точно так же Господь сравнивает неразумного человека с царем, который на войну собрался, а сколько у него войск, боеприпасов и так далее, не посчитал, и опять оказался в безнадежном положении. Тоже это, в общем, речь о следовании за Христом, которое не получается из чистой эмоциональности. Надо думать. Нельзя отключать голову. Христианин не имеет права отключать голову. И если ты понимаешь, что призвание Божье тебе дано, ты его осознал, тебе необходимо понять последствия и согласиться на них, согласиться, принять тот путь, которым Господь ведет каждого человека. Субтитры создавал DimaTorzok